Люди танцевались не из-за памятных времён. Это самый древний вид искусства. Но если некоторые танцы поднимают настроение, другие, наоборот, наводят ужас. Хороший танец хорошего парня заставит вас улыбнуться, а после тяжёлого выступления злодея вы поймёте, что вжимаетесь в кресло. От психопатов, которым нравится потанцевать, до ненормальных суперзлодеев, танцующих хип-хоп, здесь собраны самые жуткие танцы из фильмов. Клоун конфетного цвета Практически всё, что делает Дэвид Линч, кажется сном. Синий бархат не был тому исключением. Он немного более приземлённый, нежели остальные его фильмы, но всё равно наполнен необычными моментами. А когда доходит до чистого запугивания, страшнее становится с каждым кадром. Особенно в сцене под песню In Dreams. Сверхъестественное шоу начинается, когда студента Джеффри Бомонта похищает дикий гангстер по имени Фрэнк Бут. Вскоре Джеффри, Фрэнк и их криминальные компаньоны останавливаются в самом странном борделе, которым управляет Бен. По просьбе Фрэнка Бен исполняет песню Роя Орбинсона In Dreams – жуткую песню про клоуна цвета конфет. Устрашающая сцена больше напоминает кошмар, а не сон. Такое выступление точно не забудешь. Гоблин на балу Фильм Лабиринт режиссировал Джим Хэнсон, и он сразу полюбился многим за фантазию о взрослении. Но, серьёзно, это фильм о взрослом парне, который преследует несовершеннолетнюю. Ну, не совсем об этом, конечно. Но Дженнифер Коннолли была 15-летней, и смотрелась разница в возрасте с Дэвидом Боуэй, которому было 23, весьма удручающе. А пик этого пришёлся на маскарад. После того, как она съела заколдованный персик и отрубилась, юная Сара оказывается на вечеринке, подобной сну, которая напоминает фильм с широко закрытыми глазами. Каждый носит жуткие монстроподобные маски, да и вся атмосфера довольно зловеща. Самая жесть начинается, когда Джаред, король гоблинов, делает свой ход и начинает её соблазнять с прической из 80-х, мастерством танца и узкими штанами. К счастью, Сара быстро понимает, что это уловка, которая мешает ей спасти брата, разрушает чары и в прямом смысле рушит всю вечеринку. Буги Буффало Билла Тяжёлый к восприятию фильм Томаса Харриса населяют разного рода серийные убийцы, но ни один из них не так хорошо двигается, как Джим Гамп, также известный как Буффало Билл в Молчании ягнят. Во время этой сцены Буффало Билл находится в своём подвале и совершенно не обращает внимания на кричащую женщину, которую он запер в своей темнице. Он слушает Goodbye Horses и ходит по комнате в одном только халате, женских щулках и женском парике. В интервью для Rolling Stone актёр сказал, что изначально он был готов раздеваться, но потом ушёл скорее в гламур Дэвида Боуи. Честно говоря, в любом случае это смотрится тяжеловато. Смакование в бешеных псах Мистер Блонд разнообразен. Он вор, бывший зэк, убийца и садист. Да к тому же ещё и хорошим танцором себя считает. Этот противный упырь из бешеных псов Тарантино заходит слишком далеко, наслаждаясь пыткой бедного офицера полиции. Это и без того ужасная сцена, пусть всё самое тяжелое и происходит за кадром, но очень неприятно смотреть на то, как этот персонаж начинает танцевать под Steelers Will и смакует каждую минуту, прежде чем взяться за дело. И своим танцем он оттягивает ключевой момент как можно дальше. И чем дольше мы смотрим на танец, тем больнее продолжать это делать. Чёрный лебедь берёт верх Чтобы стать великим артистом, нужно усердно трудиться часами и годами, чтобы добиться совершенства. Но иногда достаточно и того, что тебя начал преследовать двойник, пока ты не начнёшь превращаться в птицу. Во всяком случае, это произошло в Чёрном лебеде. – Это мой turn! Наивная балерина борется изо всех сил за лидирующее место в Лебедином озере, но лишь глубже проваливается в безумие по ходу фильма. А когда она, наконец, отдаёт всю себя тьме, показывает лучший результат своей жизни. Этот невероятный и жуткий танец завершился тяжёлым финалом, однако Натали Портман получила Оскар за лучшую актрису за такую игру. Танец из машины В фильме Из машины напрягает почти всё – от изолированного ландшафта до холодной игры Алисии Викандер. Это невероятно напряжённый фильм, который не отпускает, даже когда тревога уходит в другое русло, после очень странного танца. Научно-фантастическое диско начинается с того, что программиста Калиба выбирает миллиардер-инвестор Нейтан, чтобы протестировать робота Аву и понять, похожа ли она на человека. Довольно быстро становится жутко, как только Калиб начинает подозревать Нейтана в нездоровых отношениях с Авой. Но когда Калиб конфронтирует с Нейтаном на эту тему, технический гений игнорирует его вопросы и начинает танцевать вместе со своей любовницей Киоко. Хореография просто идеальна, а этот номер, стартовавший из ниоткуда, заставит вас ощутить мурашки на спине ещё до того, как вы узнаете секрет музыкального успеха. Талант Хедвига Аня Тейлор-Джой играет фантастически в Сплите, но именно Джеймс МакЭвей крадёт на себя всё внимание. Он играет Кевина Крамбо, мужчину с 23 личностями, среди которых и 9-летний парень Хедвиг. Нет, он не чистое зло. Он напуганный, смущённый парень, который хочет показать Кейси свой плеер. Кейси чувствует, что это может быть ниточкой к побегу и соглашается. А в итоге это превращается в один из самых жутких моментов фильма. С другой стороны, смотреть на то, как МакЭвей танцует с таким энтузиазмом – одно удовольствие. И в то же время танец Хедвига не может не напрягать. Мы видим действительно больного мужика, который прётся по хип-хопу и запирает девчонок в своей личной тюрьме, и Аня Тейлор-Джой отыграла на ура. На её лице смешиваются и страх, и недоумение.